Привет, друзья! Вот интересно, вот Неля Зарипова, наш литературный агент, мне сейчас позвонила и говорит, такая интересная идея есть, чтобы ваша школа развивалась, продвигалась, чтобы в Ютубе больше смотрели. Вы, говорит, всё время проводите бесплатные ликбезы свои и вебинары там. Ну, давайте, говорит, на ликбезах, кто хочет, мы там организуем. Ну, расскажи, расскажи, Неля, все послушающиеся сейчас, ты у меня же в телефоне, давай. Да, я предлагаю, Хосай Магомедович, организовать розыгрыш книги. То есть на каждом ликбезе будем разыгрывать книгу и отсылать тому, кто её выиграл. Но будут условия для участия в этом розыгрыше. Одно из условий обязательно быть подписчиком на Ютуб-канале, вторым пунктом ставить лайк под определённым видео, которое мы укажем на тот ликбез, который вот только что прошёл. Третье условие – написать комментарий на ту тему, которая обсуждалась на этом ликбезе. Вот. И участников будет выбирать программа, то есть это не мы будем её выбирать. И четвёртое условие будет обязательно присутствовать на розыгрыше, а розыгрыш будет в очередной ликбез. Да, ликбез мы будем проводить, ну мы обычно проводим раз или два раза в месяц. Ну будем проводить раз или два раза в неделю. И прямо в эфире, во время вебинара мы будем объявлять того, кто выиграл эту книгу. Человек будет нам, отзовётся, напишет нам в чате о том, что он присутствует здесь. Сообщи свой адрес и мы… А ты её подаришь с моим автографом, да? Да, да. Хосе Магомедович напишет автограф конкретному человеку, который выиграл, и мы её будем отсылать. Слушайте, вот эти же деловые люди. Какая у нас Нелли вообще прелесть, да? А вы же помните её картину? Подожди, я покажу, может кто-то… Говори, 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 все тебя слышат. Да, ну вот я, соответственно, дальше что хотела сказать, что я же теперь после мастер-класса по рисованию тоже рисую картину. Я думаю, что я её дорисую, то есть у меня уже там два этапа есть, осталось вот заключительный. Я приеду, наверняка, с этой картиной Хосе Магомедовича на очередном видеоролике, мы её покажем, что получилось у меня после этого мастер-класса. А ты расскажи, Нелли, знаешь, самое интересное, что ты взяла, потом стала рисовать, а потом тебе неожиданно позвонил человек, а ты вышла уже из этого поточного состояния, которое ты сначала вызвала с помощью ключевых приёмов. Ну, расскажи вот этот кусочек. Да, 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 сейчас расскажу, да. Ну, как бы у меня получился процесс таким образом, что поскольку у меня навыка рисования нет, и я впервые купила холст, краски, кисточку, то есть, соответственно, у меня и нет этого состояния, в котором вот, ну, чтобы рисовать вот так на потоке, как рисует Хосе Магомедович. Поэтому я сначала сделала разгрузку, вот, вышло в это уже такое состояние, когда я не ставлю перед собой задачу рисовать что-то конкретное, то есть с пустой головой подошла к холсту, взяла. Как кисточку. На последействие вышло. Да, последействие, да. Взяла краски и начала, в общем, наносить на холст, вот что мне вот хотелось, какие цвета видеть, в каком виде. Так я вот, можно сказать, что это вот, как Хосе Магомедович тогда говорил, каляки-маляки, условно говоря, так началось. Это мне Тамара Зиновьева научила, что дети рисуют каляки-маляки, но если их развернуть потом, то получается изображение, да. Да, потом я, в общем, стала разводить краски, смешивать там с белыми, красными, чтобы какие-то постельные тона у меня получались. И продолжала так же рисовать. В процессе, в этот момент у меня раздался телефонный звонок. И я, может быть, и не взяла бы трубку, но тут посмотрела, что мне звонит человек, который, ну, крайне редко вообще из Иркутска прилетает в Москву, и подумала, что, ну, важный звонок. И взяла трубку. Ну, мы поговорили минуты две или три, это был мой бывший компаньон, с которым мы давно не виделись. Положила трубку, вернулась дальше к холсту. И обратила внимание, через какое, то есть продолжала вроде рисовать, и обратила внимание, что у меня вырисовывается лицо мужское. И поняла, что я продолжаю рисовать, а в голове-то теперь стали мысли крутиться, связанные с этим телефонным звонком, то есть с этим разговором. И поняла, что у меня получается просто его лицо. Вот так я и Неллю тогда нарисовал. Нелля ушла, а я потом продолжал думать, а не автоматом рисовать в поточном состоянии, и лицо Нелли проявилось. Потом мне все там пишут, это же Нелли Зарипова. Надо интересовать. А потом ты взяла и... Да, но потом, правда, я его, все равно я продолжала рисовать дальше, и у меня все, ушло это лицо, и уже там этого лица нет. Поэтому, что я там дальше завершу, это будет секретом, это я уже привезу к Хасаю Магомедовичу, и мы покажем всем. Очень интересно. На этом же арт-терапия построена. А терапия это вот или наивная живопись, или еще, когда человек вот бездумно рисует то, что ему в голову приходит, он разгружается. Это разгрузка. Да, разгружается, а там в этот момент он разгружаясь, создает произведение. Одновременно получается разгрузка с созданием произведения. Потом на следующий день сможешь на произведение, и сам от этого заряжаешься. Вот что я нарисовал. Супер, да? Ну, это, конечно, отличается от обязательного рисования, когда тебе необходимо рисовать именно конкретное что-то. Да, да. Я сейчас вот делаю, вот сейчас одну секунду, Неля, я покажу, я делаю сейчас, размечтался картину, переделываю, 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 переделываю. И как важно, чтобы там было то, что ты хочешь от души, а здесь у меня пока, опять я все переделываю. Видите, пропало, пропало вот этот образ, размечтался, пропало, вот лицо, видите, пропало. Значит, я понял, в чем дело. Надо мне, когда я рисую, в раскрепощенном состоянии, рисовать, но при этом, чтобы душа туда пошла, оживить ее, одухотворить. Мне нужно в этот момент, ну, вспоминать, как я лежал на травке, как я мечтал. И вот, когда я начинаю эту работу над собой делать, вспоминаю, как я мечтал, и оно начинает уже действительно все лучше и лучше получаться, как на самом деле. Другой человек смотрел, вот в прошлый раз она лучше была, а сейчас я ее переделываю не в том состоянии. Так вот, оказывается, как важно иметь творцу состояние творца и жить душой в этот момент тем, что ты делаешь. И тогда ты не замечаешь, как ты рисуешь, потому что твое внимание выше этой конкретной задачи. Ты там, ты в этом состоянии размечтался. И ты это действительно передаешь. Вот как важно человеку работать над собой. Поэтому у меня есть новелка маленькая, что чудо художника – это не чудо только на полотне, а чудо превращения самого художника. То это процесс самосовершенствования. Да, вот, Нелич, мы с тобой какой прекрасный рассказали. Маленькая новелка прямо даже получилась, да, Нелик? Да, так вот, я хочу сказать, что вы абсолютно правы. То есть я себя стала ловить на мысли, что как только я начинаю думать, а что нарисовать, и у меня начинают приходить какие-то версии, что рисовать, я начинаю нервничать. То есть я, наоборот, вхожу в это состояние стрессовое. То есть вот то, чему вы учите, это другое совершенно состояние. Это тогда, когда не надо ничего задумывать, а просто вот брать и рисовать. Ну, это на самом деле получается настоящее искусство, то есть это не ремесленничество. То есть ты здесь делаешь от души, от души, да. Да. Спасибо тебе, Нелли, мы это видео сейчас поставим, а я тебя жду в гости, и ты всем тогда покажешь. Вот, Нелечка, у меня в телефоне была. Мы все скажем, Нелли, спасибо, спасибо, дорогая Нелли. Ты тоже всем скажи, друзья, спасибо, до свидания. Да, друзья, спасибо, до свидания, я очень рада, что я приняла участие. Не, ну ты как литературный отец обязательно должна сказать, ну, интересуйтесь книгой, которая была, да, или как это надо, чтобы... Ну да, то есть мы сейчас с вами разговариваем, или это на ролик идет? Это все идет на ролик, дорогая, я беру просто кусочек жизни, делаю из этого ролик, потому что я написал такой афорезм, что искусство, искусство и есть сама жизнь, и если сократить из жизни все длинноты и повторения, это и будет наилучшее произведение. Вот чего мы сейчас с тобой сделали. Спасибо тебе, Нелечка. И вам спасибо большое. До встречи. До встречи.